Знакомство в Рио губернатора с регионом проходит по стандартной схеме. Сначала предприятие, потом объекты социальной сферы. В Вичуге образовательное учреждение представляет 12-я школа. Здесь в две смены учатся 360 ребят. Гордятся участием в различных проектах и конкурсах. С успехами и познакомили Станислава Воскресенского. Рассказали и о проблемах. Школе не хватает современного спортзала. Мы хотим, во-первых, реконструкцию спортивного зала, потому что спортивный зал очень скромный. А в школе очень хорошо организована спортивно-здоровительная работа. И открытый стадион на улице спортивной, чтобы была площадка для сдачи норм ГТО, что сейчас в наши дни особенно актуально. Поликлиника номер 3 в Вичуге считается образцовой. Ремонт здесь свежий. Такого не в каждой больнице областного центра встретишь. Оборудование современное. Это консультативно-диагностический центр. Сейчас обследование проходят ветераны. Плановый осмотр всех специалистов. Очередей нет. Работают молодые врачи. Их средний возраст до 30 лет. Штат полностью укомплектован. Заманить сюда молодые кадры удалось за счет программы «Земский доктор». Врачам выделяют жилье. Также выплачивают подъемные. Есть планы по развитию. Их реализация упирается в финансирование. Мы очень активно развиваем малоинвазивные методы хирургии. Поэтому нам необходимо на сегодняшний день современное реанимационное отделение. А, соответственно, наркозно-дыхательная аппаратура потребуется. Мы уже с департаментом и руководственным департаментом здравоохранения проговорили. Получили, опять же, позитив из стороны правительства Ивановской области, что на перспективу оборудование мы это получим. Я надеюсь, что в 2018 году мы сможем открыть централизованную службу анестезиологии и реанитологии нашей больницы. Поликлиника обслуживает около 9 тысяч человек. Работает электронная регистратура. Есть электронная очередь и электронная же карта пациента. Медицина в ногу со временем. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова, Вичуга.